Вот эта система у нас, этот блок мы в корпусе изготовили для того, чтобы испытать этот блок. Этот блок, наконец-то, тоже ставился, это все собиралось. Мы проверяли его на помехоустойчивость. Результат положительный. Поэтому, вот основное преимущество вот этого нашей разработки, это то, что наша ракета значительно более помехоустойчивая. Это более современная системная система. Создавая или копируя, или создавая ракету, вы ее осовременили, модернизируете и делаете практически белорусской. Это очень хорошо. Я бы это расскажу. Нельзя останавливаться на той базе, которую вы получили. Ни в коем случае. Поэтому за это молодец. У нас сегодня, завтра позже, исключительно оборонная стратегия. Мы ни на кого не собираемся нападать. Мы активно не собираемся защищаться. Мы будем защищаться от тех, кто поставит своей целью на нас нападать. Вести против нас войну. Исключительно оборонительная стратегия. Суть ее состоит в том, чтобы противник задумался, прежде чем вести против нас войну или же создавать какой-то конфликт. Суть состоит в том, что мы должны нанести ему неприемлемый ущерб. Стратегия сдерживания. Неприемлемые потери. И это исключительно оборонительная тактика. У нас есть все вооружения. И самолеты, и вертолеты, и танки, и полегче броня. И стрелковое оружие самое современное. Но этим оружием нанесешь ущерб. Но будет он неприемлемый или нет, вопрос. Поэтому стала сегодня задача, чтобы нанести неприемлемый ущерб противнику. Не дай бог нам придется вести войну. Мы должны в ногу со временем идти. И поставили задачу разработать свою ракетную технику. Нужен новый этап. Мы должны идти дальше в рамках тех международных соглашений и договоров. И создавать более современную ракетную технику. Ну и второй этап, который здесь вы освоили, это продление срока службы ракет. 10 тысяч в год. Это очень хорошо. Надо, значит, ускоримся. Вы для этого должны иметь ресурсы. И у нас на вооружении останутся эти современные ракеты. Транспорт на заре. За исключением принтера, товарищ президент, производство нашего предприятия и предприятий холдинг. Субтитры создавал DimaTorzok